Здравствуйте, мои дорогие! Вот такое интересное сегодня гадание, как вы прочитали в теме «Выйдите ли вы замуж?» Будем смотреть. Вот пускай это видео попадется только исключительно тому, кому оно вот прям предназначено. Давайте же смотреть. «Выйдите ли вы замуж в ближайшее время?» Будем смотреть года, будем смотреть... Вот. Итак, «Выйдите ли вы замуж?» Подумайте сейчас о себе, я сейчас скажу. Естественно, на такой большой аудитории интерпретировать очень сложно, но будем думать. Сделаем сейчас. Так. «Выйдите ли вы замуж в течение одного года?» Так. «Выйдите ли вы замуж в течение двух лет?» Что нужно сделать, чтобы ускорить замужество? Так. Так. Какие препятствия стоят у вас на пути к замужеству? Итоговая карта. Это кто будет ваш будущий муж? Так. Первый год. Но тут, скорее всего, в этот первый год вам нужно будет, скорее всего, отказаться от чего-то. Например, завершить старое, чтобы это ушло в небытие, забыто, да, и никак не влияло на то, что будет происходить в новой жизни. То есть вот это, именно вот такие изменения будут происходить. То есть вот этот год вам, даже не год, если вы смотрите в конце года, либо в середине года, то есть до конца года, вам дано время для того, чтобы завершить старое. Либо, если это завершается и так, по этой карте, по сути, когда это приходит, да, вы не можете этому особо противиться, вы просто должны принять то, что происходит. В течение двух лет вы можете встретить этого человека. Либо заняться своим благоустройством, но, знаете как, когда вы принимаете что-то, да, то есть вам дают дар, вы его принимаете, принимаете столько, сколько можете. Есть в этой карте как хорошее, так и то, что вам, вот как вы, вам, в принципе, не нужно слишком напрягаться. Вот я думаю, что всё-таки тут больше как хорошего о том, что вы принимаете, когда вам дают какие-то дары. Дары могут быть и от Вселенной, например, действительно попадётся очень хороший человек, и вы познакомитесь с этим мужчиной. Может быть такое, да, то есть именно знакомство как дар. В принципе, для него тоже это дар, да, то есть вот тут вы как подарок Вселенной для этого человека. Ну, вот такое здесь состояние, да, то есть вы можете принимать подарки, возможно, вы, как только познакомитесь с мужчиной, сразу поймёт, что вы подарок Вселенной. Их задарит вам, вас, всевозможными подарками, которые только можно. Так, третий вопрос, что нужно сделать, чтобы ускорить замужество? Деньги нужны, чтобы ускорить замужество? В смысле? Это как? Ну, давайте так. Я так понимаю, что если вы мужчина, возможно, это напрямую к вам. Интересная здесь сигнализация, я прошу прощения, наверное, слышно вам. Если вы женщина, скорее всего, вы ждёте такого ресурсного человека, который вас будет, ну, вот очень сильно и любить, да, то есть вот именно такой ресурс мощный. Или же, ну, кто-то ищёт действительно ресурсного в плане материального ресурса. Это тоже хороший ресурс, да, когда человек может, он щедрый, он может дать, он может отдаривать вас, ну, может быть, то, чем вы хотите, да, чтобы вы занимались, не парились по поводу заработка денег, да, и человек вам просто говорит, вот, смотри, ты можешь заниматься тем, чем, ну, что твоя душа желает, развивайся, как хочешь. И я могу только тебе дать вот эту опору мощную, крепкое плечо, если желаешь, да, то есть вот может быть и правильно, да, что для замужества нужно, что дождаться того, кто в ресурсе. Так, что это у нас за вопрос, какие препятствия стоят у вас на пути к замужеству? Ну, что стоит на пути к замужеству? Вы прощаетесь со старым, видите, как, не совсем адекватно принимая то, что вам, ну, как, вот попрощались и всё, оставьте, нету там жизни, да, в чём-то, что уже ушло. Вот, повернуться надо, да, идти, опять же, от этой могилки старого идти в новое, что может препятствовать? Может, ну-ка, стоп. Ну, вы что-то ждёте, вы ждёте какого-то сообщения, письма. Девочки, если кто-то ждёт старого, вот вам это препятствие к новому, понимаете как? Ну, разве в таком состоянии кто-то скажет, боже, какая женщина сидит, горюет, страдает? Ну, кто? Нет. Так, а что у нас в пятом вопросе? А, кто будет ваш будущий муж? Боже, любовь, карта выпадает, офигеть, что это за красота? Давайте мы прикроем, а то нам скажут ещё, что тут карта любовь. Смотрите, а тут у нас два голубка, здесь амурчик, который выстрелит в сердце вашего возлюбленного, любовной стрелой, он влюбится в вас и не сможет больше этот мир представлять без такого существа, как вы. Потому что вы для этого человека будете самая прекрасная, что дарит эта вселенная. Так, хорошо. Кто же он будет здесь попадать? Любовь. Замечательно. Кем будет ваш муж? Ух ты, ну здесь, во-первых, действительно новый человек, потому что это будет встреча с возлюбленным. Кто будет ваш? Новый, новый человек идёт по всем картам. А здесь ещё на дне колоды это человек осознанный, духовный, развитый. Он помогает, наверное, другим людям, может быть, да. Может, он учитель, адвокат, полицейский, священник тоже может быть. Очень сильный человек, мощный духовный человек. В принципе, ещё, я так скажу, он приравнивается, да, вот сила духовная, души, так, дух этого человека приравнивается к силе целой команды людей. Против него нельзя бороться, да, то есть этот человек может победить систему. Его уважают. Очень сильный человек. Человек, который не ограничен никакими стереотипами. Может действительно носить какую-то форму, да, есть какой-то чин у него. Является смотрителем, либо руководителем какого-то, какой-то организации. Он очень хороший, добрый. Но, знаете как, в его, вот как, в отношениях он такой немножко бесстрастный, да, какой-то немножко холодный. Немножко холодный. Но он очень будет вас любить. Вот это интересно, это парадокс. Вы влюбите в себя человека, который, по сути, умеет жить сам. Вот, отшельника. Вот так вот. Кто у вас будет ваш будущий муж? Очень умный. Не просто начитанный, у него огромная библиотека. Он не просто начитанный, это человек, который генерирует идеи. Он действительно много чего взял из опыта своей жизни, но также он пользуется опытом других людей. Что такое книга? Да, книга — это огромный опыт человека, который написал эту книгу. Что, прочитав тысячу книг, человек набрался опыта от тысячи людей. Да, то есть тут вот это главное понятие. Этот человек действительно имеет как работать на своём опыте, да, так и использовать опыт тех людей, которые были до него. И когда у него спрашивают, почему ты такой великий, он скажет, потому что я стою на плечах великанов. Да, вот так вот. Хорошо. Ну, в общем, такой у вас интересный исполин. Что-то мне такое ещё захотелось сказать. Учёный, может, какой-то, да, учёный. Готовый к действию человек, практичный. У него вместо огромного телевизора огромная библиотека, да, тоже. Это сюда же. Вот такой вот здесь человек. Ну что ж, хорошо. Давайте тогда, вот у нас не хватало одной позиции, мы её доложим. Эта позиция будет... Высшие силы говорят вам. Ух ты, ещё какая-то карта зашла сюда, да? Высшие силы говорят вам. По этому вопросу, да, может, какая-то рекомендация будет. Друг. Высшие силы говорят вам. Деньги. Высшие силы говорят вам. А по поводу этого вопроса вам говорят? Вот он, дворянина. Тут какая-то рекомендация относительно... Относительно какого-то... Вот, знаете, как подобрать ключик к человеку, который проявит себя с какой-то другой стороны. Вы подберёте этот ключик и поймёте... Для вас раскроются новые черты характера этого человека. Вы поймёте, что это не тот человек. Вот, знаете, как лучше оставить в френд-зоне и даже не друг. Понимаете? Он влюблён в вас. Что-то здесь, знаете, как идёт от того, что есть кто-то, кто вас уже любит, да? Но это не тот человек, про которого у нас речь, да? То есть тут, скорее всего, про того, кто бывший. Вот. Есть у него чувства к вам, но тут есть и лукавства, потому что человек до сих пор не изменился. Его любовь вам не принесёт счастья, к сожалению. Вот так. Он всё-таки рассматривается, видите, высшими силами, показан как противник ваш. Хотя и любит. Вот. Бывает же? Мои дорогие, я думаю, что новая встреча, как на дне колоды у нас показана красиво, она приведёт вас действительно к счастливым отношениям, и пускай действительно сбудется именно вот это пророчество. Я хочу, чтобы это видео тоже сработало как медитация. Мои дорогие, я рада, что вы со мной. Спасибо за лайки, за добрые слова, которые вы мне пишете в комментариях. Благодарю за вашу тёплую поддержку и также за финансовую поддержку, потому что без неё тоже, ну, с ней интересно, да. Я вижу, что действительно мои видео цены, и я поэтому буду работать дальше для вас. Буду прощаться с вами. Пускай Вселенная вас одаривает подарками в разы больше, чем вы приносите сюда. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!